77 лет назад наша страна столкнулась с самым мощным военным вторжением. Эта скорбная дата стала точкой невозврата. Пять огненных лет, 1418 долгих и мучительных дней. На полях сражений в Великой Отечественной войне полегли 27 миллионов человек. В поселке совхоза имени Ленина в рамках акции «Свеча памяти» прошли мероприятия, призванные напомнить о том страшном дне, 22 июня 1941 года. Я долг свой всегда по-солдатски приемлю. И если уж смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть, с родимую землю и выбрать нельзя. В этот вечер прозвучали стихи на военную тематику в исполнении воспитанников театрального коллектива «Премьер» местного Дома культуры. Для ребят это важное и ответственное выступление. И хотя было эмоционально тяжело, они справились и нашли отклик у аудитории. Я когда смотрела на маленьких детей, мне правда очень становилось отрадно, радостно, что они это понимают, они чтят память. И с таких малых лет они тоже участвуют в этом. Значит, и они пронесут этот огонь, эту память в своих душах. А мальчики и девочки из младшей группы театральной студии вышли с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Видно было, что ребята хорошо знают об их трудном жизненном пути и гордятся ими. Мой прадедушка Кизимов Джафар Гассанович начал войну на Кавказе, участвовал в боях под Новороссийском, где получил первое ранение. Среди людей, пришедших на акцию «Свеча памяти», люди всех возрастов. Были и те, кто знает о 22 июня не понаслышке. Александре Лобутиной тогда было всего 9 лет, и в тот день у нее закончилось детство. Какие чувства? Конечно, тяжелые. Всегда вспоминаем. Я даже не люблю военные фильмы смотреть. Я как смотрю, так плачешь каждый раз, все это вспоминаешь. Тяжело очень было. Приходили и целыми семьями. Мама троих детей Юлия Петросян считает, что юное поколение России обязательно должно знать о подвигах своих предков. Все мои прадедушки, прабабушки были на войне. Это, конечно же, отразилось на нашей семье, на родственников. И важно, чтобы это помнили будущее поколение. По окончанию выступления все присутствующие, взяв в руки красные гвоздики и свечи, прошли к мемориалу павших воинов. И, почтив их память минутой молчания, возложили цветы. Воздики, свечи, свечи, свечи. Для увековечивания имен участников войны глава сельского поселения со вкусами Неленина Елена Добренкова напомнила о создании энциклопедии жизни. Для этого надо сделать немножко. А вспомнить о своих прадедах, прабабушках, прадедушках, которые участвовали в войне. И переслать материалы в мемориал доблесть, который выпустит книгу. А значит, сколько бы лет не прошло с одной из самых трагических дат в истории нашей страны, мы обязательно будем помнить тех, благодаря кому у нас есть жизнь. Екатерина Коваренко, Владимир Бижонов и Ольга Садовская. Видное ТВ.